Наш следующий шаг – это убыстрить разработку проекта. Когда я что-то меняю, то мне вовсе не хочется заново запускать сборку Webpack. Поэтому я добавлю специальную опцию Watch True. И это будет означать, что Webpack будет смотреть за файлами. Как только что-то поменяется, он сам перезапустит сборку. Сейчас я запускаю Webpack. Видите, подвисло все. Webpack ждет изменений, сейчас я их ему дам. Ну, например, вот просто добавлю в конец пробелы. О, он все пересобрал. Причем обратим внимание, что Webpack внутри себя использует кэш. То есть изначальной сборки 59 миллисекунд, и тут вот Home и Welcome. А здесь пересобран точка Home, потому что Welcome уже был. То есть пересборка гораздо быстрее, чем изначальная сборка. Можно ее еще убыстрить, если добавить параметр WatchOptionsAggregateTimeout. Этот параметр задает время ожидания после изменения, в течение которого Webpack еще не запускает сборку. Дело в том, что зачастую редакторы так настроены, что когда изменения сохраняются, то сохраняется сразу пачка файлов. Соответственно, после того, как Webpack обнаружит изменения хоть в одном файле, то он ждет указанное количество миллисекунд, по умолчанию 300. Он ждет, пока редактор успеет сохранить все, и потом пересобирает. В большинстве ситуации, однако, вместо 300, 100 – это вполне хорошее значение. А может быть и меньше, но тут уж не такая большая разница. Продолжение следует...